Добрый вечер, уважаемые болельщики и журналисты. Мы начинаем пресс-конференцию после игры к Енисей Парма. И сейчас побеседуем с главным тренером нашего соперника Николай Смазовс. Николай, не могли бы вы прокомментировать встречу? Ну, я думаю, что мы были сегодня намного медленнее. И это сказывается в 20 проигранных ребаундов. Мы много ситуаций проиграли один на один. Именно в ногах. То, что подготовили к игре, не совсем все получилось. Поэтому придется работать дальше. Хочу поздравить соперника с победой. Пожалуйста, вопросы на тренера соперника. Да, пожалуйста. На зонную защиту сегодня надеялись? Это было как один из вариантов, скажем так, что-то поменять в игре. Но большой роли это не сыграло. Ну, просто предыдущих матчей не все очень плохо. Это папа зонной защиты. А вот раз вы всего на четыре владения буквально поставили. И даже не попробовали в второй половине. Почему вы? Ну, мы, наверное, все-таки не справлялись с другими вещами. И так же, как против личной защиты, так же, как против зоны, мы проигрывали подбор. И я думаю, что это была сегодня самая главная проблема. Здесь меньше была проблема в том, что мы не могли что-то токсически придумать. Мы заставляли соперника бить, скажем так, тяжелый бросок в нужных нам ситуациях, но мы не подбирали мяч. А вот ситуация с подбором. Вы очень много играли именно легкой пятеркой, легкой пятеркой, где один был большой. То есть даже был в роли центрового Гражулис выступал. Но при этом, например, Буланов практически не играл сегодня, мало играл. И именно уставка на вот эту легкую пятерку, что вы хотели именно, когда уставали легкую? Во-первых, мы должны активнее защищаться и лучше играть переход, нападение. А вот то, что мало играли Буланов, Жмак, они вышли стартовой пятерки, это именно из-за проваренного стартового отрезка вам понравилось? У них своя роль в команде. Они должны делать конкретную работу. Все, господи? Да. Большое спасибо. Спасибо вам. Ну, команде нужна была победа. И игроки сделали достаточно много для того, чтобы выиграть. И, в общем-то, выиграли. Парма в этом году не относится к тем командам, которые на уцайдеров. И, к сожалению, она вылетела из Кубка Евро-челленджа. И сейчас имеет достаточно времени на подготовку к играм. Поэтому играть в таком режиме довольно комфортно. Хорошую игру показала Парма с ССК перед этим. И, в общем-то, разгромила ВЭФ дома. Мы, к сожалению, играли не лучшим образом в последнее время. Есть ряд причин, я уже об ней говорил. И, к сожалению, не так быстро все происходит. Но, тем не менее, мы работаем. И сократили количество технических ошибок. Прежде всего, восстановились травмированные. Начинают чувствовать и первого номера команды. Поэтому, думаю, что сегодня мы играли лучше, чем до этого. Соответственно, счет это показывает. И очень настроены были по игре в защите. Забрали щит. Не дали очков второго шанса Парме практически. Ну и в связи с тем, что все восстановились и команда работает. Заработало нападение. Поэтому набрали свои очки. С чем была проблема до этого. Ну, отсюда и, соответственно, результат. Спасибо. А, пожалуйста, вопросы? Зонная защита соперника. Сегодня Парламу поставил 4 владения буквально в зону защиты. Все 4 выказались результативным для института. Много работали перед этим? Как-то вообще-то сами работали? Ну, у нас есть ситуация, при которой было всего 2 дня на подготовку. Все, что работало, сработалось до этого. Должны были забивать. Обычно зона, такая рискованная защита на этом уровне, где-то она приносит результат, но, как правило, ее играют эпизодами. То, что у нас не получалось до этого, мы особо ничего исправить не могли. У нас было всего 2 дня. Просто акценты еще расставили, и против этой зоны, тем же самым взаимодействием, просто попали, сделали то, что должны были сделать. И взаимодействие, которое мы играем против зоны, они работали на протяжении многих лет в тех командах, в которых я работал. Никогда не вызывало это проблем. Они работали и в Енисеи. Два года назад в состав, где был Кеннеди, Долрой Джеймс, Тони, и в прошлом году они работали, потому что вставали в зону против нас. Потому что в этом году где-то мы не попадали, это было общее состояние. Я уже об этом говорил на прошлой пресс-конференции, о том, что команде тяжело играть без первого номера, который управляет игрой. Ни команда его не чувствует, ни он команда. Потому что хорошие края, такие как Лютич, Хилл, Заворуев, они все зависимы от первого номера, от того, что он пытается воплотить на площадке, из того, что мы договаривались. Поэтому сегодня просто все прошло, так должно было идти. И никто никуда не дергался, все понимали, что Парма смотрела игры и видела, что мы неудачно играем против зоны. Вчера мы акцентировали на этом внимание, разобрали некоторые ситуации. И потихоньку приходит это, восстанавливается ЗИБ, набирает форму, набирают форму Гудумак, набирают форму остальные, там игроки, кто пропускал. И потихоньку это начинает все работать. И так быстро, как хотелось бы, но это работает. Сегодня показалось, что очень много спорных мячей, обычно, которые проигрывают, ведь именно спорные мячи на подборе, какие-то моменты, где борьба один в один, очень много с ним из таких спорных мячей выиграл Енисей, которые, ну, то есть, и Парма, и Енисей. Это было заняться тренингской скамейки? И вообще как-то повлияло? Ну, мы всегда говорим о том, что надо бороться. Не всегда это происходит. Всегда говорим о том, что нужно выигрывать ничьи и мячи, забирать вот эти мячи, которые являются ничьими. Не всегда это получается, к сожалению. Но по сегодня, по самоотдаче, игроки тоже не хотят проигрывать. У нас не та команда, которой все равно. У нас, может быть, где-то не хватает мастерства, а где-то там не хватало сыгранности из-за того, что я уже повторяюсь, что отсутствовал основной первый номер, и приходилось вводить там новых игроков. Но желание борьбы-то оно было. Сегодня просто оно было запредельным. Ещё вопросы? Есть? Давайте. Элис сегодня боролся, казалось, раза в два сильнее, чем это делает он обычно. То есть его желание сегодня видно было и получалось от него. То есть он как-то... То есть вам так кажется? Я могу сказать одно, что Элис, он всегда, в общем-то, борется. У каждого игрока есть свои минусы, есть свои плюсы. Проблема Элиса в отсутствии физических кондиций, к сожалению. Он довольно быстро устает. И те отрезки, которые он проводит на площадке, они слишком коротки для нас, к сожалению. И слишком коротки для легионера. Поэтому вот он свои отрезки отборолся, а потом начал пропускать в защите, его начали заталкивать. Это одна из проблем, которые ему мешают играть. Он достаточно ещё молодой игрок для центрового, в принципе. Но такие проблемы есть. А желание борьбы, оно у всей команды было. Кто сегодня не боролся, можно назвать? Я думаю, что боролись все, в общем, боролись с желанием. Баралстик, кстати. Почему у вас здесь? Нет, я надеюсь, что я... Просто, кстати. Текущая форма суммы, это что, психология? Понимаете, очень хорошо играть в команде, в которой под кольцом играет хороший центровой, я просто скажу, целый олигарх, и от которого отойти пятый номер боится, потому что все, что туда дадут, будет забито, либо будет фолл. Когда играет первым номером Тейлор, который тут же забьет и обострит, от него страховать нельзя. Когда играет Хилорд на периметре, который может обыграть один в один, в принципе, любого игрока, тогда двум игрокам на площадке и остальным играть довольно легко, потому что все время нет помощи, и все время можно сыграть один на один, и появляется вариативность в нападении. А когда команде было тяжело брать на себя роль лидера, когда понимают, что у тебя бросок не всегда стабилен дальний, а УСУ он не всегда стабилен, он может дать серию, а может и такую же серию дать мимо, и от него страхуют. Играть очень тяжело становится, поэтому игрок борется с собой, борется с окружающими. Действительно психология. Не скажешь, что он не хочет играть, но он же сегодня сыграл совсем по-другому, нежели чем игру с итальянцами. Ну и помимо этого существует еще фактор команды, да, потому что в прошлом году, как раз я вам назвал уже тех людей, которые задавали тон, да, и которые ушли выше, не просто так, да, которые тянули за собой всех, которые понимали, что необходимо делать. А сейчас авторитетов стало меньше, поэтому не готов он еще к роли игрока и лидера, того, который возьмет на себя и решит исход игры. Ему нужно играть вместе с командой и привыкать к этой команде. Это тяжело, потому что понятно, что хочется, чтобы была хорошая игра, чтобы все кругом были хорошие партнеры, и тебе тоже легко играть. Ну, вы сами же играли в детстве, когда к вам приходят, бывает, маленького мальчика ставят, он начинает не понимать, да, тяжело играть. Тут уровень просто другой, но такое тоже случается. Или приходит человек, кто-то привел с друзей к вам, там, поиграть по дружбе в баскетбол, а он совсем не волокет в эту игру. И вам приходится, а вы же вроде как уже зарубаетесь на счет, вам же надо, чтобы он помогал, да, вас начинает это нервировать. Вот такие нервы есть, только уровень другой. Объяснил, ответил на вопрос. Денис Захар, вы привыкли, что это игрок атакующий, но сегодня в защите. Вы изначально ставили его на самую опасную игроку соперника Миллера Макентаря. В принципе, который он прежний проводил в защите, показалось, что он, по крайней мере, хорошо отзывал против Миллера Макентаря. Насколько это правильно? Ну, Денис, он же неравнодушный человек. Он понимает, анализирует то, что есть, даже, может быть, слишком много анализирует для игрока. Слишком загружен желанием сыграть хорошо. Человек хочет вернуться, человек ставит большие цели. Так получилось, теперь это уже история, что попал в топовую команду, не смог там в силу тех или иных причин раскрыться, и о желании уйти наверх. Он же понимает, что спортивная жизнь короткая, и желание уйти наверх довольно большое. Максимум старания. Он понимает, что в основном смотрит все на статистические данные. Сколько ты забил, как ты обострил. Если были игры, в которых он действительно удачно попадал, набирал очки, то в последней игре, вы же видели, что было, да? 9-2 с игры. 9-2 он и 10-2 су. Вот вы задали игра. Да, мы проиграли 10 очков. Два игрока забрали 20 владений, решив из которых только 4. Поэтому он понимал. Но сейчас, если взять его, с точки зрения тренера, сейчас взять и казнить его, и не попал игрок. Но, тем не менее, я на него рассчитываю. Поэтому поговорили, поставили. Он понимает, понял эту свою роль. Что не важно, сколько он сегодня забьет. Важно, как он отыграет против Макентайра. Потому что это игрок, который отдает 7 атакующих передач, набирает 10 очков. И практически вся команда Парма, а там есть, кому забивать. То есть, кто там не умеет бить трешку. Назовите мне игрока, которого можно отстраховать. Зависимо полностью от этого игрока. И Денис на первом отрезке, своем игровом, полностью с этой задачей справился. Ну, молодец. Хороший шаг, на мой взгляд. Сегодня трех очков вы мало выпустили. Это от того, что Парма играла через размену и давала обыгрывать себя один в один. Или изначальная установка была именно то, чтобы играть, проходить. Эта установка всегда есть. Мы всегда можем. Кто-то должен строить игру. Моменты для прохода, моменты для обострения. Я уже говорил, что крайним нападающим, то есть, игрокам, которые один в один могут обострить и создать. Им нужно, этот момент нужно создать. Эти моменты создавал во многом Зи, да. Во-первых, он сам для себя много сделал и несколько раз обыграл. Когда он потянул за собой команду этими проходами. И все его скидки были вовремя, потому что все-таки он понимает, как надо играть первым номером. Он это чувствует. Ошибки, без сомнения, еще есть, но он создает. Плюс, мы давно говорим о том проценте трешек, который у нас был в последнее время. Поэтому появился Саша, да, который тут же добавил агрессию в лоу-посту. Постановился после травмы. Сразу же появился большой, уже начали его придерживать там, потому что от него не отойти, он реализовывает. Ну и, соответственно, сразу же разгрузился периметр. Разгрузился периметр, появились моменты, куда можно было обострить. Ну вот обостряли. Нормальная ситуация. Виталий Флотич, матча с Репест после приезда из сборной. Как-то кажется, что они несколько, может быть, выпали из тренировочного процесса или что? Как они могут в себя прийти? Это у всех команд произошло, включая у всех команд, которые все тренеры между собой общаются, кто обсуждают эту тему. Все, кто был в сборных, они все выпали. Это разговор уже к будущему. У всех есть легкие проблемы. Не все восстановили свои кондиции. Во-первых, краткосрочный турнир, перелеты, другая атмосфера. А команды в это время работали или не работали. Например, у «Зенита» у них проблемы были. У них 5 человек в сборной, всего 5 человек тренировалось. А у нас, наоборот, мы посвятили 9 дней усиленной работе. И нам ждать было некогда. Поэтому им сейчас втягиваются и пытаются войти в этот ритм. И, надеюсь, мы выдержали вот этот отрезок. Василий Заворуев в последних матчах почему-то, скажем так, не бьет трехи. В некоторых моментах, которые в прошлом сезоне, по крайней мере, он не боялся исходы бросать. В этих он притормаживает, как-то пытается обыграть, отдать. Мы же не все сообщаем, то, что есть. Василий Заворуев тоже болел. У него длительная инфекция была. Не могли разобраться. Она его мешала все время. Что такое инфекция? Дыхательные пути, он все время кашлял. Он, например, не просто так не ездил в Санкт-Петербург. Он не наказан был. Просто он реально лечился. А с года в Санкт-Петербург был первого, а сегодня какой-то девятый. Соответственно, игроку, чтобы набрать форму, нужно 28 тренировок. То есть, ну, реально провести, чтобы войти в полную форму. То есть, Заворуев нужно 28 тренировочных занятий. Чтобы полностью... Ну, это такая средняя статистика. Кто-то набирает чуть быстрее в зависимости от формы. Ну, а в зависимости от общего физического состояния. И кто-то чуть медленнее. Поэтому сейчас Вася тоже понимает. Лить туда мы и так льем по 30, по 40 трешек. Потом это опять тот же вопрос. В прошлом году тяжело было страховать. Да, от Васи, может быть, и ты подстраховывали, зная, что он не идет в проход. А сейчас не страхуют. Знают, что он делает. Да и раньше знали. Ну, только нет стягивания внизу. Это понимают все. Поэтому тяжелее играть. Поэтому он даже в проход в этом году ходит больше, чем раньше ходил. И меньше бьет трешек. Ну, надо подстраиваться. Такая команда. Поэтому жить нужно в тех реалиях, которые есть. В прошлом году вы сказали фразу про Энтони. Относилась она к Энтони Хиллеру. То, что переучили игрока. Но вы донесли до игрока, что средними бросками матчи не выигрываются. Вот. На одной из предконференций. Сегодня 9,16 средние броски. И вопрос, к Забилам Дауту это не относится? Дело в том, что у Энтони, у него хороший трехочковый бросок. И Энтони два года играл. И мы говорили об этом. Это касалось, в принципе, команды. То есть, я был за хороший трехочковый бросок. Потому что у нас всегда были хорошие снайперы. Нежели чем за двухочковый бросок. А Энтони тоже забивал эту среднюю двушку. То есть, если человек может забивать ее стабильно, тогда это одна история. У Забиана с трешкой тяжело. Он бьет их из определенных ситуаций. Поэтому с ним довольно часто идут низом. Но у Забиана всегда была хорошая средняя двушка. Он всегда бил хорошую среднюю двушку. Это его бросок. И потом Забиану уже за 30 лет ему сейчас прийти и сказать, что послушай, давай теперь будем играть по-другому. Довольно тяжело. И, наверное, неправильно. Надо все-таки развивать сильные стороны у игроков, а не слабые. Спасибо. 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 Спасибо.